Милиция в Душамбе проводит рейды, задерживает женщин в мусульманских платках и хиджабах, комментировать в МВД эту практику отказываются. Когда мы поехали в Сино, там около 15-20 женщин там еще были, кроме меня. А что вам говорили? Что все, что вы оделись, это не наша национальная одежда. Обещание 2020. Что намеревалась кыргызстанская власть сделать в стране к 2020 году и что реально из этого получилось? Обзор Дарит Тимофеевой. Правительство вынуждено давать какие-то очень амбициозные обещания просто для того, чтобы протянуть какой-то год, который, как правило, нашему премьеру отведен. Ровно 40 лет назад советские войска вторглись в Афганистан. Завтра годовщина штурма дворца Амина. Наши журналисты побывали на развальных таджбеках в Кабуле и поговорили со свидетелями той кровавой ночи. Мы верили русским больше, чем афганцам, но, несмотря на наши доверия, они пошли на огромное предательство. Они убили нашего президента, наших военных, наших командиров и отняли у нас власть. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкесской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. В таджикском сегменте соцсетей появились новые ролики «Милиции задерживают женщин в хиджабах». Несмотря на видеодоказательства, правоохранительные органы отрицают факты охоты на женщин в мусульманской одежде. По мнению лидера социал-демократов, в стране нет законов, запрещающих хиджабы. Ануш Рунариб продолжит. Нилуфар Раджабову за ношение мусульманского платка задерживают часто. В последний раз это произошло 14 декабря. По словам Раджабовой, на улице к ней подошли сотрудники милиции, посадили ее в микроавтобус к другим задержанным и отвезли в отделение. Четырех женщин задержали, когда меня тоже задерживали. Когда мы поехали в Сино, там около 15-20 женщин там еще были, кроме меня. А что вам говорили? Что все, что вы оделись, это не наша национальная одежда. Во время допроса, когда выяснились некоторые факты о семье Раджабовой, следователь ей угрожал и даже, по ее словам, ударил. Женщина написала заявление в генпрокуратуру с жалобой на действия милиционеров. Но дело до сих пор не открыто, считает она. Следователь прокуратуры, который сегодня вызвал ее на беседу, заявил журналистам, что вообще не в курсе расследования, не понимает, зачем ему позвонили и почему журналисты занимаются этим вопросом. В рейд-группах против женщин в хиджабах состоят не только милиционеры, но и сотрудники комитета по делам женщин, которые называют такую охоту профилактическими беседами. Рейды в данное время не существуют, потому что мы провели столько информационных мероприятий. Мы думаем, что наши девушки и женщины уже поняли, в чем суть национальной одежды и в чем суть этого хиджаба. Рейды против женщин в мусульманских платках осудил председатель Социал-демократической партии Таджикистана. Культура таджиков связана тесно с исламом, а навязывать людям стандарты одежды незаконно, говорит он. Конечно, государство может устанавливать определенный стандарт, скажем так, ношения одежды для государственных служащих, для правоохранительных структур, для тех или иных государственных или частных школ, которые восприняли эту процедуру или инструкции выполняют, но простого человека, который не связан государством, точнее не государством, а государственной властью, определенными трудовыми, служебными и так далее отношениями, указывать ему, что одевать и что не одевать, и тем более за это преследовать, это преступление. Таджикистан по-прежнему находится в списке Госдепа США среди стран-нарушителей религиозных свобод наряду с Северной Кореей, Туркменистаном и Ираном уже четвертый год. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео от 20 декабря этого года. Анушер Вон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Виза на миллион. Президент Таджикистана поручил выдавать долгосрочные визы инвесторам. Те иностранные бизнесмены, которые инвестируют в проекты в Таджикистане от 1 миллиона долларов, получат пятилетнюю многократную визу. Об этом Эмма Мали Рахмон заявил во время своего ежегодного послания к парламенту. Кроме того, глава страны поручил Министерству иностранных дел выдавать трехлетнюю многократную визу уроженцам Таджикистана, которые проживают за рубежом и имеют гражданство других стран. Также будет увеличен срок действия визы для иностранных туристов в 45 до 60 дней. Рахмон заявил, что для развития туристической отрасли в стране необходимо улучшить качество сервиса и предложил создать институт предпринимательства и сервиса. А в Алматы начался суд по делу экс-банкира Жомарта Ертаева. Вместе с ним на скамье подсудимых еще 36 человек. Среди них бывшие председатели правления банка РБК. Все они обвиняются в хищении крупной суммы из этого кредитного учреждения. Шалпан Оразбекова с подробностями. Суд по делу экс-банкира Жомарта Ертаева может затянуться на долгие месяцы. Сегодня стало известно, что девятерым фигурантам по данному делу уже продлили арест до мая следующего года. Все подсудимые в этом деле обвиняются в выдаче заведомо безвозвратных кредитов подставным организациям. В итоге нанесенный ущерб, согласно обвинительному акту, составил 114 миллиардов тенге. Это свыше 300 миллионов долларов по нынешнему курсу. Для достижения возникшего умысла Ертаев наметил основные пути реализации плана по преступному обогащению, которые заключались в следующем. Завладение коммерческим банком, то есть стать фактическим его владельцем, без официального занятия руководящей должности составить топ-менеджмента банка. Для реализации своего преступного умысла Ертаев в 2010-2011 годах вошел в доверие крупному акционеру банка и его председателю совета директоров Ниязову, который убедил назначить его на должность своего советника-консультанта с правом определения стратегии и кредитной политики банка. Согласно данным следствия, все эти миллионы Ертаев вместе с подельниками похитил за 6 лет, с 2011 по 2017 годы. Пока возмещено только 15 миллиардов тенге и арестовано имущество еще на 48 миллиардов тенге. До задержания Жомар Ертаев был в бегах в Москве. Там же бывший банкир попросил политическое убежище. Россия его предоставила, однако статус беженца был отменен решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации 15 ноября 2018 года. После чего в январе 2019 года Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Ертаева в Казахстан. С тех пор их банкир находился под арестом. Отмечу, что до судебного разбирательства Генеральная прокуратура Казахстана заявляла, что в хищении вместе с Ертаевым подозреваются еще 54 человека. Однако сегодня обвинительный акт заслушали лишь 37 человек. Глава Государственной регистрационной службы Кыргызстана подает в суд на издание, которое утверждало, что за рулем машины с подложными номерами находился именно Алмаз Мамбетов. Водитель на снимке превышает допустимую скорость и одновременно держит руку на груди своей спутницы. Журналисты, на которых Мамбетов подает в суд, утверждают, что женщина на снимке заместитель чиновника. Джибек Бегалиева продолжит. До скандала с утечкой данных из системы видеонаблюдения Бишкека Айнуру Туйбаеву мало кто знал. Она была одной из тех, кто начинал разработку систему «Безопасный город». И вот теперь чиновница сама стала жертвой своего проекта. В сеть слили фотографии с камер наблюдения, на которых Айнура якобы едет в одной машине с главой государственной регистрационной службы Алмазом Мамбетовым. Постоянно хожу, ношу очки. Там девушка без очков. И дело вовсе не в пикантности снимка. Чиновница уверена, всем понятно, что на фото не она. На этих фотографиях видно, что они сделаны из экрана, который находится только, я думаю, в центре мониторинга. Поскольку такого места дислокации, чтобы отслеживать за фотографиями, видео, в государственной регистрационной службе нет. Машина на фото превышает допустимую скорость, а номера на ней подложные. Если за рулем действительно начальник Айнуры, ему может грозить наказание. Однако сам глава ГРС тоже заявляет, за рулем был не он. Как это фото оказалось у журналистов, чиновница не знает. Когда идет видеопоток, фотографирование, все эти данные о владельце, о транспортном средстве, эти данные в этой системе выгружаются из базы государственной регистрационной службы. То есть, кому принадлежит машина, где он прописан, и все данные об этом человеке. А дальше само видео, фотография, оно уже аккумулируется в центре мониторинга. Айнуры считает, что утечка данных произошла по вине МВД. Кто-то специально отслеживал этот номер, потому что фотографии пяти разных машин с одним и тем же фальшивым номером были сделаны на разных перекрестках в разное время. В декабре, в мае, в апреле. Получается, что прямо сейчас какой-нибудь сотрудник проекта «Безопасный город» может спокойно фиксировать, что я делаю, куда и с кем еду, в чьих руках потом может оказаться эта информация, неизвестно. Учитывая последние аресты, правозащитники опасаются, что эти данные правоохранительные органы могут использовать совсем не для выявления нарушений на дорогах. Это означает, что любой из нас беззащитен, потому что у нас у каждого есть личная жизнь, и эта личная жизнь, она может стать предметом шантажа, в том числе и со стороны и государства, и недобросовестных сотрудников. Показать, как сейчас работает центр мониторинга в правоохранительных органах, отказались. Объяснили, что проверка идет до сих пор. Из-за скандалов там уволили двоих операторов, а начальники просто получили выговор. Зато в МВД отрапортовали, нашли владельца машины с подложными номерами. Журналисты позже опубликовали его водительское удостоверение. Человек на правах на водителя машины с подложными номерами оказался совершенно непохожим. Джебек Бегалиева, Самат Алжбаев, Настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан. В каждом селе Кыргызстана стал доступен высокоскоростной интернет. В этом республике значительно снизились показатели загрязнения воздуха. В столице заработал мусоросортировочный завод. Такими могли быть новости в канун нового 2020 года. Если бы прежние обещания и программы чиновников были выполнены, красивую цифру 2020, как конечный рубеж для реализации амбициозных планов, использовали президенты, премьер-министры, депутаты Кыргызстана. О том, как зажила бы страна, если бы их слова не расходились с делом, помечтала Дарья Тимофеева. Совсем недавно бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова приговорили к 15 годам тюрьмы за коррупцию. А еще два года назад, к 2020, он планировал подключить все села страны к интернету. Это же обещание давал и бывший президент Атамбаев, а позже его не раз повторял новый глава государства Суаронбай Джейнбеков. Теперь власти переносят сроки. Слабость цифровой инфраструктуры является барьером на пути производства качественной продукции и конкурентноспособности бизнеса. Из-за отсутствия широкополосного интернета цифровые технологии остаются в неполной мере доступными для сельской местности. Этот фактор негативно влияет на развитие страны, в особенности регионов. 2020 год особенно часто упоминали во время прошлых выборов в парламент. Будущие депутаты заявляли, что готовы лишить сами себя всех привилегий. Срок работы этого созыва подходит к концу. Парламентарии за четыре года отказались лишь от служебных машин. Да и те после не раз просили вернуть. Честно говоря, мне стыдно, когда наши депутаты, женщины, дочери, выходят из маршруток и идут в парламент пешком. Нужно вернуть эти госномера. Народ должен знать, что к ним приехал депутат, которого они избрали. Депутаты могли бы сами решить, на свою машину их вешать или на такси, на котором они ездят. Невыполненными остаются из десяток других пунктов в программах партии до 2020 года. Не считают обязательным исполнение своих предвыборных обещаний, потому что в конце-то концов, как они пришли к власти? Они пришли к власти за счет подкупа голосов, нелегитимных способов достижения власти через свои связи. И они отвечают своим боссам, а не обществу. Согласно обещанию правительства, семилетней давности бешкекчане в 2020-м должны были дышать чистым, свежим воздухом. Сначала в агентстве по охране окружающей среды, а затем и вице-премьер заявляли, что сократят на 20% уровень парниковых газов. Взяли гранты, обещали использовать качественное топливо. Но экологи заявляют, в последние годы количество выбросов углекислого газа в Кыргызстане увеличилось в два раза. Сегодня бешкек выглядит так. И вы там друг друга хоть видите, да? Не задохнулись? Об экологии заботится и каждый новый мэр столицы. Вот уже 10 лет на месте вечно тлеющей городской свалки хотят построить мусоросортировочный завод. Запустить его планировали к 2020-му, но в итоге красную ленточку перережут не раньше середины будущего года. Я думаю, что последние годы наше общество находятся в таком состоянии перманентного социального протеста или даже в преддверии социального взрыва. Правительство вынуждено давать какие-то очень амбициозные обещания, просто для того, чтобы протянуть какой-то год, который, как правило, нашему премьеру отведен. То есть неустойчивость, хрупкость и слабость нашего правительства приводят к тому, что наш глава правительства вынужден давать зачастую несбыточные обещания. Эксперты уверены, уже с начала года политики начнут сыпать обещаниями на следующую пятилетку. То, что сбудется точно из-за планированного на 2020 год, так это новые парламентские выборы. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев, Самат Алыжбаев. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Бишкек. Смотрите далее в нашей программе. Ровно 40 лет назад советские войска вторглись в Афганистан. Завтра годовщина штурма дворца Амина. Наши журналисты побывали на развальных таджбеках в Кабуле и поговорили со свидетелями той кровавой ночи. Мы верили русским больше, чем афганцам. Но, несмотря на наши доверия, они пошли на огромное предательство. Они убили нашего президента, наших военных, наших командиров и отняли у нас власть. Российский рэпер выходец из Таджикистана Самаридин Раджабов на свободе. Мещанский районный суд решил не приговаривать его к реальному тюременному сроку и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Раджабова меня обвиняли в том, что он бросил в спецназовца пустую бутылку во время протестов, причем даже не попал. Практически сразу после освобождения Самаридин пришел в нашу московскую редакцию и дал интервью телеканалу Настоящее время. Я беру бутылку, разворачиваюсь, и когда бросал, я начал видеть людей, я их заметил. Но остановить меня было поздно, я кинул. Ну, ты это от злости все-таки сделал? Эмоции. Были бы злости, я бы воткнул землю. Самбист все-таки. Этот трек я пишу прямо в тюрьме, это так охуенно, что я нужен тебе, а ты мне, а ты мне, а ты мне. Ты собирался уехать из страны, реально? В Корее меня ждали, тем же самым я должен был заниматься, только там. В Корее? В Корее, да. В итоге я все документы потерял в автобусе. В такую сумку банан, да. Права, всякие документы, паспорт, деньги, все там. Ко мне там, пойдем. Я говорю, куда, представьтесь, никто представляться не стал. Сразу руки из-за этого. Я говорю, окей, пойдемте, спокойно, я не сопротивлялся, я даже хлопал, улыбался и шел. Я хотел покурить, я говорю, кто угостит? А Рашуков взял прямо парламент, но сразу чувствуется, пацан денег имеет. И стал, говорит, Лефортов, за вас, пацаны, держитесь. Весь мысль, хоть тебе в глазах темнеет, постоянно не представляю, как я ближаю тебе. И да, это правда, твой блудный сын любился. И да, ма. У меня Жуков, короче, так как я люблю много болтать, он очень волновался за мою жизнь. Думая, что типа там не любят таких. В итоге вот я пять месяцев отсидел, больше, чем он, еще жив. Да, не боюсь. Но пока у меня есть вопросы к власти, я буду выходить. Полное интервью с Раджабиум смотрите в программе «Главное» в 22.00 по Душамбе и в 23.00 Алматы и Бишкеку. И в программе «Вечер» на нашем канале в полночь по Душамбе и в час ночи по времени Нурсултана и Бишкека. 40 лет назад, 25 декабря 1979 года, Советский Союз начал свое вторжение в Афганистан. Уже 27 декабря в ходе секретной спецоперации «Шторм-333» в Кабуле во время штурма дворца был убит Хафизула Амин. На тот момент фактически глава государства. Те события втянули Афганистан в 40-летнюю гражданскую войну. Журналисты «Радио Свобода» побывали на разваленных дворца Таджбек, где расправились с Амином и поговорили со свидетелями той кровавой ночи. Развалины дворца Таджбек в Кабуле все еще несут шрамы этого убийства. В то время дворец был резиденцией афганского президента. С тех пор прошло 40 лет, но Факир Мохаммад Факир так никогда и не смог забыть увиденное. В тот день он был срочно вызван во дворец. Внутри дворца все получили дозу яда. Советские спецслужбы пытались отравить афганского президента. Амин очень любил супы. Повар отравил именно суп. Он был агентом КГБ. Президент Афганистана Хафизулла Амин упал без сознания, съев суп. Факир был министром внутренних дел в его кабинете. Он поднялся наверх в президентскую спальню. Когда я пришел, Амин лежал в постели. С ним были двое русских врачей. Они пытались ввести трубки, чтобы промыть желудок. В следующие четыре часа советские врачи, ничего не знавшие о заговоре КГБ, делали все, чтобы спасти жизнь Амина. Врачи отнесли его в ванну и 30 минут поливали холодной водой. Постепенно Амин пришел в сознание. У него восстановили зрение и слух. Ему стало лучше. И он вернулся в кровать. Но президенту Амину по-прежнему угрожала опасность. Витас Луксис был в числе сотен советских военнослужащих, окруживших в ту ночь дворец. Задача была не допустить помощь Амину, если такая бы была. Решение убить Амина было принято Москвой после того, как в Кремле стали получать жалобы на жестокость афганского президента и растущее сопротивление его правления. Коммунисты захватили власть в Афганистане в 1978 году в результате переворота. Амин отправил в тюрьму и приговорил к смертной казни тысячи афганцев. В КГБ также поступали доносы из Кабула, что Амин связан с ЦРУ. Это вызывало беспокойство. Советским властям казалось, что интервенция от 1979 года была неизбежной, потому что они боялись крушения коммунистического правительства и армии Афганистана. С наступлением темноты советские войска также двинулись к Министерству обороны. Сейчас в этом здании Афганский национальный музей. План состоял в том, чтобы убить начальника генерального штаба Мухаммеда Якуба и обезглавить армию. В тот вечер Давлад в Азире еще был на работе. Вдруг он услышал стрельбу. Я схватил свой автомат и открыл окно. Я увидел, что стреляют внизу и пустил пару очередей. Нападавшие были в желтой форме и шерстяных шапках. Я спросил себя, неужели это русские? В то время, как советские десантники прочесывали нижний этаж Министерства обороны, в Азире бросился в кабинет Якуба. У того была встреча с несколькими советскими военными советниками. Могу сказать, что с вероятностью 95% Якуб Хана застрелил переводчик его советского советника. Тем временем началось наступление на дворец Таджбек. И времени не было этим, думая, что где происходит. Ты сосредоточен на задании, на выполнение своей, тебе поставленной задачи. Так что такого там не было. Я знаю, что там штурмовали спецотделения и так далее. Внутри дворца советский спецназ был встречен яростным сопротивлением. Спецподразделения прочесывали этаж за этажом. Амин и его семья в отчаянии боролись за свою жизнь. Амин с Калашниковым стоял на лестничной площадке наверху. Он охранял лестницу и был готов открыть огонь по-любому, кто идет вверх. В какой-то момент его ранили в бедро. Амин скончался от раны. Советские войска взяли Кабул под полный контроль. Более двухсот афганских военнослужащих были убиты в той операции. Свыше тысячи сдались. Растекреченные документы КГБ свидетельствуют, что в ту ночь погибли более ста советских военнослужащих. Внезапность оказалась ключевой для успеха советской операции. Даже после начала штурма Амин и его окружение не верили, что Москва нападет на своего союзника. Мы верили русским больше, чем афганцам. Но, несмотря на наши доверия, они пошли на огромное предательство. Они убили нашего президента, наших военных, наших командиров и отняли у нас власть. Тюрьмы заполнились людьми. На следующий день Советский Союз сделал новым лидером Афганистана Бабракат Кармаля. Так началась советская оккупация, продлившаяся почти десятилетия. Советский воинский контингент вскоре втянулся в болото партизанской войны с маджахедами, которых поддерживали США. До Нового года остались считанные дни. Уходящий год был богат на самые разные события. Жители стран Центральной Азии поделились с вами своими ожиданиями от грядущего года. Саламу алейкум, дорогие соотечественники! Поздравляю вас всех с наступлением нового 2020 года. Всему народу желаю здоровья, счастья и всего хорошего. Мы провожаем 2019 год, и поэтому я хочу пожелать, чтобы в будущем году также были мир и спокойствие, процветание и развитие. Будьте здоровы! Я желаю всем казахстанцам просто любить нашу родину, любить наш Казахстан, потому что у нас удивительная страна. И если в этой стране мы все будем делать с любовью, то мы очень далеко пойдем и очень больших успехов достигнем. Я хочу, чтобы наш дорогой и родной Кыргызстан всегда радовал туристов своими пейзажами, своими высочайшими горами, своими золотыми песками и своим иссякулем. И чтобы наша страна была примером для других стран. Желаю своей стране в 2020 году мира и процветания, блестящих перспектив и стабильного успеха. Пусть каждый житель Казахстана будет любим, счастлив и горд своей страной. Я хочу пожелать своей стране счастья, процветания, чтобы не было никаких войн, чтобы были благополучные семьи, чтобы у всех все было хорошо. Всех с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Поздравляю всех! Я желаю всем самое главное здоровья, исполнения мечты, исполнения всех поставленных целей и огромного успеха. С Новым годом! С Новым годом! На этом все. Смотрите нас в соцсетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго! До встречи! Огромная коллекция фотографий хранится в Кишиневском краеведческом музее. Собирают ее с позапрошлого века и пополняют до сих пор. Какой была Молдова полтора столетия назад? В 1867 году императрица Мария Александровна по дороге в Крым проезжала через Бессарабию. И свежие впечатления о сегодняшней Молдове в рассказе аргентинского путешественника, который исколесил почти всю Европу на велосипеде. Это один из гаражных комплексов на окраине Магнитогорска. И здесь сейчас, вот в этом гараже, проходят так называемые тестовые спарринги бойцовских петухов. Наш герой, герой этой серии, занимается разведением бойцовской птицы. Хобби – это селекция бойцовой птицы. На всех соревнованиях существует правило. Нельзя петухов.